Всем привет! Это второй тур Винлайн Кубка Лиги и сегодня в заключительном матче этого второго тура встречаются ФК-10 и Родина Медиа, матч потенциального лидера. Родина Медиа, Клюкин в воротах номер 28, далее в поле Муса 18, Макеев 89, Мура 6, Бачо 11, Эд защита, в центре поле Алекс 69, Тарасов 23, Кен 77 и в атаке сегодня Кудряш 78, Шакир номер 94 и Прокоп, это номер вы увидите сами, Андрей Коряка главный тренер. Состав десятки, много изменений, Памазан в воротах 32, Тен, капитан команды 14, Чича 74, Ива 76, Гусь 4, Родик 13, Свежов 17, Пантелеев 83, Аба 77, Шерешков 9 и Обухов сегодня в центре нападения под 16 номером. В итоге переход состоялся и в новую команду Клюкин влился отлично, очень классно они взаимодействовали. Поддача с угла поля, удар Тарасова и тащит Памазан удара. Дмитрий Тарасов здесь борьбу выиграл, классно пробил под перекладину. И Памазан потащил. И по разу одержали победу в МФЛ-2, победа Родины Медиа, в МФЛ-5 победа десятки, а это подача десятки, это удар по воротам Клюкина. И Клюкин мяч забирает. Тут же мы показываем Обухов, потому что связка наверняка будет работать, удар по воротам. Шера теперь справа играет, поменялся он флангами с партнером, а это неплохая атака, это удар, рикошет и Клюкин все-таки забирает. И совсем скоро это второй тайм уже случится. Футболисты Родины Медиа заканчивают тайм первый, поняли они, что лучше выбить, отдохнуть. Воробьев. Воробьев бьет по воротам, Клюкин отбивает. Хайрулова. Ой, как хорошо на Воробьева, Муса упустил, Воробьева, Воробьев бьет и спасает Клюкин, добивание, еще одно спасение. Было положение вне игры. А, кстати говоря, ну не знаю, там на тоненького все было. И раз, спасение Клюкина, и два, Мура из пустых ворот уже вытаскивает. С мячом подача на ближнюю, классная скидка, где мяч? Где мяч? Мяч в руках по Мазаной. Штрафной как... И удар внешней стороной стопы. Вот это да, вот это внезапно еще одно положение вне игры. Так, а вот здесь-то уж точно никакого положения вне игры не было у Воробьева. И здесь тоже положения вне игры не было, так что если бы забили из обороны, но Брайан Эдову разряжает. И тут же Брайан мяч потерял, передача, выход 1 на 1, удар в дальний угол и не попадает. Не было положения вне игры, задержался Чичерин немножко, Кент выкатывался 1 на 1 с по Мазаном, в дальний пробил, мимо. Но, скорее всего, случится именно так. Брайан Эдову со штрафного на дальнюю штангу, удар поворотом Клюкина. Это был балла. Писовал на Брайана Эдову, Брайан навешивает. Кутуз поборолся, Тен. И удар Петра Тена. Не очень удачный отскок, перед тем, как Петр Тен удар нанес, но все равно аут в пользу Родины Меди. Мяч летит далеко, Петр Тен выносит его. Шера, Шера побежал, Шера побежал, Шера побежал, Брайан Эдову есть слева, Шера! Шера, что ты делаешь, Шера? Шера здесь отбивается от партнеров, ну и действительно. Вот зачем? Ну, зачем? Ну вот Брайан Эдову. Понятно, что Шера хотел бы сам. Он не попадает в стартовый состав. Играет мало. Ему хочется доказать, оба в аут или не понимает. Не понимает Клюкин, что делать. И в итоге выбивает мяч в аут. Мура. 1 на 1 против Памазана. Мура бьет и забивает. 1-0. Родина Медиа пока что впереди. Так, теперь Белый. Белый Клюкин. Перекидывает Белый. Перекидывает Клюкина. Попадает в ворота. 1-1. Эд был красиво. Эд было круто. Мол, смело. Красавец. Молодец. Серию из двух вторых ударов. Прокоп бьет и забивает. Примерно так же. Да, это Шера. Это Шера против Клюкина. Шера бьет и забивает. Забивает. Кент пошел вперед. Замах один. Замах другой. И спасает Памазан. Спасает Памазан. Тащит. Кент не забил. Не купился Памазан. И забивает Бала. Бала забивает. И приносит десятки победу в серии Бультальти.